Всем привет, друзья! С вами я, Дима2dCube И самый кошмарный в этом году выпуск новостей от MusicMagTV Итак, друзья, сегодня Хэллоуин, а это значит что? Барьер между миром мертвых и живых разверзается Демонстрируй нам самые кошмарные стороны мира синтезаторов К черту новинки, давайте разберемся с 8 самыми ужасными способами синтеза Итак, поехали Способ 1. Выкрутить все ручки вправо Начнем с цветочков С первого взгляда кажется, что ничего ужасного в выкручивании всех регуляторов вашего железного или софтового синтезатора нет Но, однако, если задуматься, музыканты все же склонны избегать такого рода экспериментов Из страха, что что-то там сгорит и так далее Впрочем, в софтовой среде провернуть подобную штуку можно, нисколько не пугаясь За состояние ваших динамиков и перепонок Вот так, например, звучит пресет «Все ручки вправо» встроенного вейблтон синтезатора аналог Пугающий, не правда ли? Главное, не забыть повесить лимитер на мастершину Иначе ушам или колонкам может все же не поздоровиться Способ 2. Воткнуть выход синтезатора в вход синтезатора Что если подключить выход синтезатора не только к колонкам, но и обратно к его входу? Скольких не спрашивал, пробовали ли они провернуть такое Ответ снова тот же самый Нет, боимся Сгорит же Ну а вот Мэтт Запп из DJ Tech Tools не испугался и попробовал Результат налицо И этот результат весьма, на мой взгляд, музыкален Здесь, правда, вместо синтезатора используется MIDI-контроллер, софтовый инструмент Drum Rack, звуковая карта и педаль дисторшена Но принцип тот же Двигаем фендер контроллера и загоняем луп в петлю, пуская его с выхода обратно на вход карты, ну да еще и через дисторшен Но это все софт, скажите вы, а с железом стоит ли? А вот стоит Вспомните, например, легендарный MOOC модель D Оснащенный подобной функцией прямо в заводской комплектации Крутим регулятор оверлота и получаем управляемый фидбэк То есть все тот же звук с выхода на вход Ничего не сгорает и даже, наоборот, звучит плотнее Но если хотите настоящий ужас, то просто попробуйте провернуть то же самое с MIDI-портами Подключите MIDI-out вашего синтезатора к его же входу MIDI-in Запустите секвенсор и молитесь боженьке, чтоб все прошло хорошо Способ 3. Вмешаться в схемотехнику синтезатора Лишние детали внутри вашего синтезатора, припаянные прямо в процессе игры, звучит как страшный сон Однако существует целая культура, называемая circuit bending Сделавшая идею вмешательства в оригинальную схемотехнику синтезатора самодостаточным типом современного искусства На стыке инженерии и музицирования Кто-то вот так вот пупсов мучает, ну а кто-то случайным образом закорачивает отдельные элементы компонентных плат синтезаторов Результат один, после данного вмешательства устройство либо умирает, либо восстает, получая новые сверхспособности Как вам, например, вот такой Frankenstein, собранный из старого телевизора, видеоприставки и кассетного плеера Создатель, кстати, за данное творение в прошлом году удостоился гран-при от самих MOOC, ежегодно проводящих конкурс Circuit Band проектов Так что, если заинтересовались, переходите по ссылке в описании Там у нас есть полноценный фильм, посвященный Circuit Band культуре Способ 4. Использование инфра- и ультразвуков Купить инфра- или ультразвуковой микрофон не так уж и сложно Такие микрофоны часто используются в качестве измерительной аппаратуры самыми разными специалистами Однако стоит лишь перевести записанные звуки в слышимый диапазон, и нам откроется новая устрашающая музыкальная вселенная Можно будет услышать, как дышит земная мантия, например, или как поет небо Для последнего, кстати, даже и микрофон покупать не обязательно В архиве NASA полно записей электромагнитных пульсаций звезд и планет Переведенных в слышимый диапазон, и звучащих, кстати, на удивление музыкально Иногда в таких записях даже и мелодии прослеживаются, но чаще всего, впрочем, довольно инфернальные Объяснять это можно по-разному, но то, что эти звуки явно пригодятся для создания устрашающих атмосфер и пэдов, сомневаться не стоит Способ 5. Дьявольски медленная запись Этот способ обратный от предыдущего, то есть берем что-то звучащее на нормальной высоте и очень сильно, октавой так на 2-3, а то и на 4, опускаем вниз Не забудьте перед процедурой выключить варпинг или иные похожие алгоритмы В результате у вас получится что-то совершенно новое Ну, например, вот такой эмбиент получился из композиции Tears in the Rain, являющейся саундтреком к фильму Blade Runner 2049 Другой канонический пример — легендарный Владимирский Централ, замедленный аж в 8 раз Однако же самые сатанинские варианты получаются, если печить вниз трэп Вот такой, например, результат получится, если опустить трек «Тверк» от Trap Nation на 2 октавы вниз, замедлив его тем самым в 4 раза Способ 6. Использование страшных элементов вместо осцилляторов Что если взять за основу звука непривычные осцилляторы, а что-то куда более устрашающее Ну, например, радиоактивный элемент — уран Результат у вас перед глазами Здесь осцилляторы, конечно, обычные, но вот в качестве генератора напряжения, управляющего их высотой, используется уникальный модуль под названием Geiger Собранный, как, впрочем, и весь остальной синтезатор, любителем инициатором Дэвидом Кранмером Баночка, установленная в Geiger, содержит уран А вот что было с Дэвидом после демонстрации, мы не знаем Будем надеяться, он жив Другой пример — уникальная инсталляция Until I Die От нашего соотечественника Дмитрия Морозова, более известного как VTOL Это синтезатор, работающий на специальных батареях питания, наполненных кровью создателя Именно благодаря крови мы и слышим эти довольно устрашающие звуки Как бы намекающие, что жизнь скоротечна Способ 7 Переобразовываем ужасные картинки в ужасные звуки Кто знаком с синтезатором ANS, сконструированным советским инженером Евгением Мурзиным, поймет, о чем я говорю Синтезатор, существующий в мире в единственном экземпляре и расположенный в Москве в музее ГЦММК имени Глинки, сам по себе выглядит довольно устрашающе Да и звуки, которые он издает, никак нельзя назвать милыми мелодиями Взять, например, тот же саундтрек к знаменитому Солярису Тарковского Впрочем, ездить в Москву и пытаться выбить возможность поработать с ANS совершенно не обязательно Существует и софтовая версия легендарного синтезатора Virtual ANS, разработанная нашим соотечественником Александром Золотовым Вот что будет, например, если загрузить в этот софт картинку с классической праздничной тыковкой И, наконец, способ восемь Тотальная уничтожность Уничтожение синтезатора Но теперь самое страшное Подключаем синтезатор к рекордеру и полностью уничтожаем его, сэмплируя его предсмертные хрипы Такое точно только в страшном сне приснится Впрочем, можно обойтись и уничтожением чего-то менее ценного Например, той же тыковки Вот вам забавный пример от YouTube-канала DaveMeg Выполненный как раз по случаю праздников всех святых Тут и кровища, и топоры, и бензопила Все как в настоящем фильме ужасов Ну а после кровавой расправы над тыковкой Записанные в процессе линчевания звуки Отправились прямиком в DigiTact Став основой вот для такого технотрека Подробное видео с зрелищем казни И процессом работы над треком Вы найдете по ссылке в описании На этом наш выпуск ужасных новостей закончен С вами был я, Дима2ДДиабло И МьюзикМакТВ Если вам понравились наши кошмарики Не забывайте ставить пальцы вверх И продолжать смотреть наш канал До встречи Надеюсь не в загробном мире ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Продолжение следует...